Риск погибнуть на дорогах в Ивановской области в два раза ниже, чем на других дорогах страны. Такую статистику привели ньюсмейкеры на пресс-конференции в Интерфаксе. Темой обсуждения было участие области в проекте РС-10 «Планы и перспективы». Попутно участники обсуждения рассказали о дорожной ситуации в регионе, наметив болезненные точки. У нас растет травматизм по вине дорожных служб. И будем искать сейчас нормативную практику, где кратно будем увеличивать штрафы за нарушение технологии проведения ямочного ремонта на автомобильных дорогах. За четыре месяца 2013 года в регионе произошло 396 ДТП. Погибли 22 человека. Ранения получили более 500. Рисков возникновения аварии много. В этом году в проекте РС-10 упор будет на двух. Ремни безопасности и детские удерживающие кресла, а также соблюдение скоростного режима. Стабилизировалась ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом. Количество ДТП снизилось на 30%, на 25% сократилось число раненых. Но самое главное, в прошлом году было три погибших ребенка, в этом году ни одного у нас нет. Поэтому это, Владимир Сергеевич, совет постучать, да действительно постучим. Показатель использования ремней безопасности достиг 83%, что является достаточно высокой цифрой. Использование детских удерживающих устройств было показано у 54% обследованных автомобилей. И также растет количество водителей, которые соблюдают скоростной режим. Очень важно, по мнению ньюсмейкеров, объяснить водителям, что жизнь детей в их руках. Нужно покупать и устанавливать качественные удерживающие кресла. Самый действенный метод – увеличить штрафы. Мы считаем, что необходимо усилить ответственность, кардинально усилить ответственность по детским удерживающим устройствам. Сделать ее в размере 5-7 тысяч рублей. Некоторые пропагандистские акции проекта РС-10 стартуют уже в мае. Главная цель организаторов – объяснить, что соблюдать правила должны все участники движения. Важно помнить о скорости, ремнях и, конечно, о том, что наказание за любое нарушение неотвратимо.